Мы никогда у себя не пытались поднять вопрос религии, потому что, во-первых, это дело совершенно неблагодарное, во-вторых, кто-то что-то переиначит и перевернёт всё с ног на голову, ну и как бы зачем это надо. Но всегда мы как бы говорили о тех вопросах гуманности, человечности, милосердия, добра. Часто говорили о законе, о законе именно человеческом. В плане того, что у нас, что прописано на бумаге, в уголовном кодексе и так далее. Ну, понятное дело, что в ДНР законов по этому счёту нет. Вот, и правильно, недавно Ирина Волик, хозяйка приюта «Четыре лапки», сказала, что законов правовой базы у нас нет, но зато у нас есть штрафы за кормление в неположенном месте животных. Но это вопрос другой. О законах мы в следующий раз как-нибудь поговорим. Вот, и так, а какие же есть другие законы? А законы, вот, про которые вы любите часто уповать, ну так называемое что-то высшее, божьи законы и так далее. Я не эксперт и не могу сказать, что я человек невирующий, я человек верующий, но не в плане того, что я могу себя отнести к какой-то конкретной религии, да. То есть, я не могу назвать то, что нас в детстве крестят, не спрашивая нашего мнения, да. Ну, и точно так же, как во многих религиях, там происходят определённые традиционные культурные процедуры, да. Ну, только потому, что мы такой расы, только потому, что родители наши такой религии. Ну, и опять это всё к вопросу о том, что религия это, наверное, какой-то себе такой опиум для народа. И, естественно, я бы не хотела, допустим, чтобы мой ребёнок принадлежал к той или иной конфессии, да, к примеру, не придя, не осознав, не почитая, не выбрав для себя что-то одно. Да, говорят, религия едина, и, в принципе, всё, как бы, официальные религии, да, это всё одно и то же, только по-другому как-то тактуются. Ну, это и верно, и неверно, но, как бы, мы не философы, у нас тут не религоведение, и мы об этом судить не будем. Но, опять-таки, даже есть атеисты, да, и разве их можно назвать плохими людьми? Да нет, они нормальные, адекватные люди. Ну, если там, не беря никогда никаких нерегиозных фанатиков, ни какие-то редикторальные структуры, то есть это всё нормально, это всё в порядке вещей. Чем они плохи, да, они точно так же ходят на работу, точно так же выполняют свою работу, да, они точно так же воспитывают своих детей, соблюдают закон, платят налоги, да, ну, там, что ещё важно для нашего общества? Ну, там, сотню пунктов можно назвать, и ничем они не будут отличаться, вот, но наличие чего ценится на самом-то деле? Наличие сердца, наличие души, это как по мне, ну, это, конечно, моё сугубое мнение, вы можете, конечно, совершенно не соглашаться со мной, или поддержать меня, можете это в комментариях написать, это можем мы всё обсудить. Ну, и, там, говорят, когда подразумевают под словом что-то Бог, да, какую-то конкретную личность, какого-то конкретного пророка, да, и не беря во внимание, что это может быть какая-то сущность, может быть, ну, это всё, что угодно, мы не знаем правды, да, и как-то утверждать, или про то, что какая-то книга, да, святое писание написано, и эта правда, это, ну, такое себе. Оправдание для людей, которые просто не хотят мыслить, и это ни в коем случае не намёк на какую-то конкретную религию, а вот просто... Просто каждая религия хороша по-своему, на самом-то деле. И на самом-то деле там прописаны верные вещи, законы, не укради, не убей, не прелюбодействуй, и так далее. Если бы действительно хотя бы какую-то одну религию взяли, или каждый соблюдал чётко свою религию, может быть, столько добра было бы исполнено, столько зла можно было избежать, не было бы войн, не было бы убийств, не было бы голода, и так далее. Кто знает? Вот. И про Бога. Бога в душе, Бога в сердце. Вот. Люди называют себя глубоко религиозными людьми. Всё чаще и чаще я сталкиваюсь с нашими, ну, так как вы знаете, где мы живём, да, ну, соответственно, у нас тут есть православие, есть так называемые, ну, официально признанные наши территории, допустим, с тектами, это баптисты, иеговы, адвентисты седьмого дня, и так далее. Вот. Ну, помимо православия есть там всякие староверы, да, другие течения. В Украине, на самом деле, есть не только чистое православие, и, ну, не столь важно. Вот. Но зато есть люди. Когда человек вообще чётко вот так вот приходит и говорит, что он религиозный человек, сразу возникает такой момент какого-то лёгкого сомнения, и понимаешь, что сейчас что-то произойдёт не так. На самом деле я не хочу никого обидеть, но человек, который верит, который там выполняет все законы, предписания, да, вот какие-то моральные кодексы, он никогда не будет на самом деле говорить это направо и налево. А вот те, кто там раздаёт какие-то лиштовочки, да, это очень всё похоже на какой-то маркетинг, извините меня. И, ну, человек сам должен прийти к какому-то знаменателю и понять, что для него важно, или что для него не важно. Вот и всё, и не надо обращать никого, ни в какую религию. И вот эти люди, которые называют себя глубоко религиозными, обычно и совершают поступки, которые не являются, как сказать, правильными. Которые, наоборот, такие, нарушают какие-то законы, элементарные законы, элементарную логику. Ни одна религия не может быть нелогичной, верно? А тут полная противоположности и сиометрии этих всех понятий.